Всем здравствуйте. Суббота был проклятый день. Блядь, как ты меня съебал. Что такое? Блядь. Сейчас починим. Вот твоя проблема. Она не нужна. Заводить. Как ты заебала, блядь. Продается, есть нормальная машина. Давай. БМВ. Говно, блядь. Люди говорят, что им надоело, что мы снимаем старые БМВ, вот эти шлепанные БМВ. Надо позвать нормальный народ. Ты поедешь, пока покатаешься, я сделал пару нормальных звонков. Потом только скажи на видео, ой, не могут приехать, там масло течет, еще что-то. Да, но не справляется насос. Одного на чипе плохому, второго воздух подсасывает. Там чел будет на 525 ТДС, который в рот и в жопу вся раздолбанная, никуда не едет, сгниется уже примерно к завтрашнему дню. И он, блядь, все равно сказал, что она приедет. И он не жалуется, что у него рычаг 120 евро будет. Поэтому не надо мне говорить, что это не так, и наши БМВ такие прекрасные. Потому что в личных сообщениях вы мне пишите, что у вас на хуевом чипе и рычаги дорогие. Собрали машину сегодня. Хотели сейчас вот выехать и пить. Коробочник что-то опять накосячил. Коробка ебать как гудит. Кузнать, я, наверное, завтра буду звонить. Пусть сами уже снимают. Я заебался ее туда-сюда тыркать. Я успею в субботу ее сделать или не сделаю? Без понятия. Слушай, короче, то я в субботу не смогу. Во-первых, все, кому бы ни писали, у всех были машины сломаны. Вот каждый, кто туда приехал, даже у всех были свои проблемы. Мы приехали и микрофон перестал работать. Поэтому мы нашли вот эту палочку, которая вот может записать на камеру звук. Было ужасно холодно. Что мы просто все окоченели буквально за полчаса. При том, что мы какой надвина, на 10 часов я хотел договориться. А начали мы снимать в час. Второй момент. Оказывается, эта суббота, это был самый короткий день в году. То есть, темнело настолько быстро, насколько это вот возможно было. То есть, мы выбрали самый неподходящий день для съемок на Canon. При том, что не было солнца, не было дождя, не было снега, были тучи и было просто все серое. И цветовая палитра вот Латвии, вот эта вот серость. Где вот ты, вот если это не лето и не какой-нибудь лесок, то ты просто вот в сером бетоне утонешь. Даже GoPro 8 не спасает, потому что даже если она цветастая, она все равно не спасает. Вот картинка нормальная. Там картинки такой, не будет. И поэтому... А это же здесь на самом деле серость. Даже здесь серость. Вот серость, вот куда ни глянь, серость, это машина серая. Ты черный, ауди серая. Я не черный. Мы поздно начали снимать, сломался микрофон. У многих, кто бы хотел, может быть, принять участие, машины отвалились. Кто-то приезжал, уезжал, была несобранность. Но это проблема, конечно, с нашей стороны. Первый блин комом, таким очень большим комом, я бы сказал. Я таких блинов, в принципе, не видел, насколько этот ком был огромный. Но надо с чего-то начинать. Вот другой бы поснимал, поснимал. Не получилось. Нахуй. Нахуй. А мы смонтируем, с чего есть. А вот так вот работаем, да. Надо показывать, что рост видео на канале. Мы учли ваше пожелание. Аудио против BMW. Посадите BMW Vista, который ездит на BMW, посадите в Audi и послушайте, что он скажет, какое будет его мнение. Мы посадили Тему. Он прокатился на нашей машине. На моей машине. Конкретно моей машине. Ну что, Тёма, как первые впечатления? Первые впечатления просто офигенные. Мне очень нравится коробка передачи, потому что она переключается очень плавно, в отличие от моей. Пиздец, блядь! Блядь! Сколько ездишь на BMW? Год? Да, год. Год ездишь на BMW. А на Audi ты ездил когда-то? Был, он только на 80-ке двое сегодня раз. Седухи тоже очень удобные. А ты сильно удивишься, если я скажу, что шумки в этой машине нет? Ну, это да, это минус. Если сравнивать, как Е39-ка, то... Ну, то есть, она у меня в багажнике валяется. Давно очень довольно тихо, хоть с классом она и ниже. Машина моя нихуя не едет, потому что мы её замерили на RaceLogic. Пусть заняты. Нету именно вот этого подрыва. А так довольно плавно едет все эти ямки тоже хорошо. Судя по тому, где мы едем, по каким стыкам мы сейчас едем. Это да, довольно очень. Это для пассивной езды вообще вот. Мне тут только максимум, это то, что я привык к коже. Мне не нравится, что он не коже на этот салон. Ну, он рекаровский, он охеренный. Он удобный, ты сидишь, бля, как царь. Ну, вот если было бы позже, то вообще было бы шикарно. Заметь, что я специально не включил мофон, потому что мне, как говорится, важно записать звук. Но я могу с уверенностью сказать, что музыка здесь намного лучше. Намного лучше. Если я не смогу всех выиграть по скорости, то я всех выиграю по музыке. Это да. А теперь кадр на меня. Я битмастер, блядь. Наебав. Хе, 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 х под конец мы посадили вову мою машину и поговорили как говорится уже по душам потому что вырезать что-то из контекста это будет выглядеть странно потому что будет кажется что все намонтировано целиком вставлять это просто будет очень долго сделаем закрытое видео по ссылочке в описании кому будет интересно послушать разговор между аудистом и бмвистом такой вот долгий без монтажа вот просто разговор вот переходите посмотрите и потом будем делать выводы наконец-то нормальный разговор да то что мы сделали замеры на race logic это тоже многие даже не захотели чтобы эти цифры поставили насколько они были отвратительно плохие то есть все такие думаю что мы гоняем на машину который там быстрее 10 секунд нет все плохо когда я увидел результат моя моего автомобиля когда я говорю что моя машина не едет я говорю что он не едет я когда говорю мастерам что что-то не так я имею ввиду что-то не так слушай и под что-то не так я имею ввиду спорт режим я чтоб просто так драматизирую типа она не едет типа не надо она по заводу должна ехать 9 и сколько я тебе говорю девять и шесть шесть где-то куда хуй на завод сколько моя машина едет до сотни здесь 12 но грёбаных 12 секунд но не он тебя просто он тебя клюкнуло вначале он типа носом она и она и клюкнет это полный привод она не будет шлифовать понимаешь чем привод у нее нету шлейфа нахуй это как бы разница не секрет не маленькая это разница просто огроменная она должна ехать меньше десяти завода от чем того что там повырезали ее сделали легче она должна еще быстрее ехать то есть там есть явная проблема которая до сих пор никто не нащупал те кто разбирается в 18 туру пишите встретимся может быть у вас есть какие-то соображения я бить мастер блять он вообще сломал все что я думаю вообще все что я хотел сделать он все сломал и делает по-своему поэтому за контент я вообще не отвечаю и мне все равно что большое спасибо андрею за то что приехал на своей эски потому что перед съемкой у него начала быть коробка то есть он приехал на воющей коробке хотя многие не захотели ехать потому что у них типа машина них но плохо про чипованы и она там что-то показывает но едет не так как должна а у человека воющая коробка и он на воющей коробке прокатил почти каждого человека кто был в этой тусовке и вообще ни грамма не возмутился просто приехал покатал и уехал просто пиздец я думаю я туда багажник с этой сидухой что-то нереально но интересно Продолжение следует... 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 На самом деле, да, хули я распинаюсь, вообще. BMW не завелась, судьба проеблась. Audi подъехала, BMW и уехала. Как же мне надоело это BMW. Как же я обожаю свои Audi, садись ко мне. О, да, поехали. Хачипури, хачипури, садись ауди, бле.